всем привет сегодня на обзоре кофеварка которую прислал один из подписчиков для того чтобы переделать ее под молотый кофе изначально этот аппарат использовался под чалды его группа имела вот такой вот вид но их можно легко переделать под молотый кофе так как это стандарт который стал таким можно сказать знаковым и используется большинством таких компаний как лилит фрэнсис и мат и прочих таких торговых марок которые делают для итальянского и европейского рынка аппараты собственно я расскажу в чем же заключалась переделка под молотый кофе и разберем что там внутри и приготовим на ней эспрессо ну и капучино этот аппарат собран добротно корпус у него полностью металлический как видно крашеный металл сверху площадка для чашек из нержавейки крышка решетка тоже из нержавейки пластиковый тока поддон вот так аппарат выглядит внутри довольно все просто и скромно латунный бойлер латунное основание крана пара помпа и кнопочки управляется температура с помощью двух термостатов на 95 градусов и на 125 градусов также мы видим предохранитель терморезистор и все настолько простая конструкция что даже нету опв клапана ну тем не менее его таким сделали бак на 3 литра как видите группа бойлера имеет такую вот шайбу на конце которая служит для того чтобы в нее помещались чалочки которые устанавливались в рожок который комплектовался всего лишь одним ситом вот таким вот сито подходит для молотого кофе но по форме группы сюда можно поставить было только чалочки переделка состоит в том чтобы переточить эту латунную шайбу и сделать из нее винтовую вставку с форсунками вот так вот она выглядит процессы перетачивания и такой у нее конечный вариант вкручивается она именно в то же отверстие и на нее уже крепится экран группы и Продолжение следует... Так выглядит экран. Плоская сеточка. Под ней более крупные отверстия. И держится она винтиками из нержавейки. Винтик вкручивается. Тоже винтовое отверстие, которое изначально было в этой шайбочке. То есть, как видите, особо ничего сложного. Достаточно переточить. Также необходимо будет установить уплотнитель группы. Такое силиконовое колечко, которое будет прижиматься по кромке сита. Его изначально в таких аппаратах, как этот и TechnoSystem Magic Coffee, их нет. Поэтому вся сложность в том, чтобы достать такие уплотнители. Также потом необходимо будет докупить вот такое вот сито. Которое рассчитано примерно на 14-16 грамм. Ну и для того, чтобы использовать сразу пролив на две чашки, можно прикупить такую вот латунную леечку. Довольно красиво выглядит. Если будет по ней красиво стекать кофе. Вся прелесть этой модели в том, что кроме латунного бойлера, вот это основание группы тоже латунное. Как и рыжок. Поэтому большим преимуществом является прогрев рожка перед использованием. Это даст очень хорошую термостабильность при проливе. Поэтому у кого есть такие аппараты, то настоятельно рекомендую прогревать. По органам управления. Немножечко необычная комбинация кнопок. Кнопка включения. И рядышком находится кнопка режима пар. А эта кнопочка, кнопка приготовления. Индикатор готовности. Включаем. Ждем, когда она нагреется. И засветится этот индикатор. Также даем прогреться рожку. Пока греется рожок и кофеварка, расскажу про систему пара. Как видели, кран латунный. Трубка эта тоже латунная, с хромированным покрытием. Оригинальный наконечник с соплами. Он здесь имеет три отверстия. Что довольно-таки не всегда удобно. И требует немножечко навыков для того, чтобы взбивать. Я буду демонстрировать взбивание. Поставлю сюда сайковскую панорелло. Очень удобная насадка. Она пластиковая. Ставится на любую трубку. Как видим, аппарат нагрелся. Рожок хоть чуть-чуть прогрелся, но еще недостаточно. Можем нажать пролив. С помощью этого он прогреется быстрее. Что можно сказать по особенностям этого аппарата. Во время нагрева он будет покапывать. И не только во время нагрева до режима эспрессо. А во время нагрева до режима пар. Он будет даже паровать. Отсюда из группы будет идти много пара. Ну такая его конструкция. У него нет ни стравливателя, ни ОПВ. Ничего, чтобы такого не было. Поэтому это вполне нормально. И не стоит думать, что с ним что-то не так. Кофе заложен в рожок. Для того, чтобы был хороший результат, конечно, желательно использовать максимально хороший кофе. Посвежее в обжарке и с жерновой молкой, чтобы можно было подбирать под конкретный случай помол. Темперуя. И устанавливаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Аппарат нагрелся, подставляем пинчер с молоком, опускаем соплы и открываем вентиль. Продолжение следует... Не удалось, правда, заснять. Пар у этой кофеварки очень хороший, его много и он не такой мокрый, как у аппаратов с более мелкими бойлерами. В целом, как видите, аппарат довольно хороший, позволяет приготовить хороший эспрессо, взбить молоко. И по сути, этот старичок ничем не уступает более новым и современным, красивым в нержавеющем корпусе лилит. Или там футурема, изомак. Всем спасибо за внимание. Будут вопросы, задавайте. Также по переделке.